Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Байкал, как ты смотришь на эту поездку? Интересно тебе, неинтересно? Ну, всегда интересное новое что-то, путешествие, правильно? Всегда интересно. Ну да. Поэтому как бы тут не в этом дело, как бы интересно и неинтересно. Интересно всегда. Мне просто старфирмы вчера написали, что вот у них заканчивается уже подготовка программы для нас. И они полностью дадут расклад, что куда включают, к кому обращаться, сколько будет стоить и так далее. Они включили в стоимость все перелеты из Москвы, проживание, питание, поездки, сопровождение на автобусе, на катерах. Полностью вся программа на 12 дней. И что даже думать не надо об организационных каких-то. Назвать Байкал дешевым не назовешь. Да, это да. Но это любую фирму их открой, которая оказывает услуги туристические, там эти цены. То есть мы смотрели, сравнивали. Байкал, то есть да, именно вот такие цены на Байкал. Да, такие цены, да. То есть это не дешевый вариант, это такой полуевропейский вариант. При этом за эти же деньги можно слетать в Куала-Лумпур или в Индонезию, в Сингапур. Ну, за эти же деньги ты будешь иметь проживание без питания в троечке и перелет. Ну, перелет, если дешево. Потому что если и дорого, то уже не впишешься. Ну, в принципе, нормально. Можно рассматривать. И у меня вопрос. Мы же там еще хотим программу обучающую провести. Да, да, если уже ехать туда. Если с нами едут люди, если людям интересно с нами провести 12 дней. В одних отелях, в одном автобусе, в одном общении. Но обучать мы в автобусах и в жизни в личной мы не будем. Просто вы познакомитесь с нашими семьями, мы будем вместе с вами отдыхать. А вот общаться по мере необходимости. То есть мы будем пересекаться, общаться. Вот все, вот такая бытовуха будет. Вы просто развенчается авторитет. То есть для вас мы станем обычными людьми, которые находятся в теле. Которые живут в этом теле. У них есть семьи. У них точно так же есть свои эмоции, чувства и так далее. И при этом будет обучающая программа в Иркутске. Она рассчитана на 5 часов. Для нас там тоже бронируют зал. Но мы ее пока еще не ставили в расписание. Почему? Потому что мы думаем, что поставить. Во-первых, что нам интересно будет. Чем поделиться с людьми. Кто из людей будет бронироваться в эту поездку. А с другой стороны, мы не знаем, что интересно вам. Поэтому мы записываем этот подкаст с расчетом, что те, кто захотят с нами вместе попутешествовать, у вас будет возможность нам задать вопросы и прислать пожелания. Чего вы хотите в эти 5 часов? То есть, какие вопросы к рассмотрению, какие темы к рассмотрению. Может быть, совместную какую-то коллективную работу, погружение. Может, какие-то темы глубоко исследовать. Может, какие-то практики вместе с нами проделать. Может, еще что-то. Напишите пожелание. Напишите, да. Напишите. Мы к этому открыты. Ориентировочная стоимость поездки, ее нам еще не сформулировали, но сказали где-то 1500-1600 долларов за весь период с перелетом из Москвы. То есть, более-менее конкретно все уже распишут на человека. Более-менее все распишут уже в ближайшие дни мы выставим. Почему так затянулось? Потому что там есть вопросы с авиабилетами. То есть, авиаперевозчики, они не бронируют так рано. То есть, у них цены раннее бронирование, там стоит другая цена. То есть, если ты бронируешь, например, в Азию или в Латинскую Америку... То надо наоборот заранее брать. Надо брать заранее, тогда дешевле. А здесь получается наоборот какой-то такой вывертыш. Поэтому все, что касается туркомпании, она зашла, сказала, что мы ориентируемся на авиабилеты. И все будет в срок, все будет так, чтобы человек сам рассчитывал, когда он с вами поедет. И вы рассчитывали поездку, поедете вы или нет. В общем, мы предполагаем, что мы поедем, потому что мы планируем полным составом ехать наших семей. Потому что это самое топовое время, конец июля, начало августа. То есть, предположительно, последнее число июля, начало августа у нас выезд. И 12 дней там. Самое интересное, самое теплое время, когда еще можно покупаться. И в то же самое время там плотный график по экскурсиям. Там, по сути дела, 12 дней активных на Байкале и в самом Иркутске. Движушные, постоянное движение. Постоянное движение. Чем-то напоминает нашу поездку в Бразилию. То есть, мы там тоже постоянно двигались, двигались, двигались. И у нас совсем немного было время на такой отдых на воде самостоятельный. В принципе, интересно. Это вариант, когда ты узнаешь. Еще знаешь, что мне понравилось? Это включились ребята, которые присылали, что интересно посмотреть там перед составлением программы. Так вот, там пишут, что будет съезд шаманов. А, в это время как раз. В это время где-то будет там съезд шаманов. Дело в том, что для меня, как человека, занимавшегося гипнозом, понятие съезд и шаман, оно несовместимо. Это несовместимо. Даже для меня, когда я, ну, то есть, я не занималась тем, чем ты, но для меня тоже. Но мое пожелание, в турферме сказали, учли, там есть местные люди, которые живут там и занимаются. То есть, все не просто так, не с бухты барахты организовывалось. То есть, говорят, что с интересными людьми познакомят. То есть, я просила, говорю, только не надо мне совать фуфел, может, будут интересные люди. Мне сказали, что будут интересные люди. Вот, постараются это дело организовать. Тогда интересно будет. Встречу организовать. Тогда интересно будет. Мне было бы очень интересно с шаманом встретиться, почувствовать его, да, пообщаться, посмотреть, я не знаю. Мне было бы очень интересно, только смотря какой шаман. Если это шаман, шаман, артист, то мне не надо. Ну, ты знаешь, вот хотела сказать, а как различить? А сама понимаю, настройся. Ты сразу почувствуешь, да. То есть, вот этот вопрос, как различить, он был еще, когда я ехала в Перу. А когда сейчас, да не вопрос. И мне присылали шаманов, которые там в съезде будут участвовать, мне присылали, обратитесь к этому, вот этот интересный, вот этот интересный. Я смотрю и понимаю. Не, ребята, это в прошлом. Это я тогда велась на такие вещи. Сейчас уже все. Это дети вырастают. И Дед Мороз уже знают, что это кто Дед Мороз, да? Ну, мне поездка интересна тем, что вообще вот в глубинах-то России мы никогда и не были. Никогда не были, интересно очень. Я никогда не была в Сибири. Я никогда не была даже в Красноярске, там, к Уралу, ближе сюда. Никогда не была. То есть вся моя Россия заканчивалась, Москва и вот нижняя часть туда, к морю. У меня единственное, что... Это я думаю о насекомых летающих. Вот это единственное, что меня просто... Для меня это на самом деле... Ну, это ж не Карелия. Большой... Ну, я не знаю, но главное, чтобы вот это... Потому что мне говорят. А ты вообще представляешь, что там с насекомыми? Я тоже не задумывалась на эту тему. Для меня, на самом деле, это большой минус. Огромный минус. Ну, посмотрим. Кстати, можно задать и эти вопросы. Надо спросить. Ну, видишь, это путешествие, оно будет отличаться от всех наших привычных в южные страны. Мы же в основном на юге ездили. Даже, наверное, чем-то будет напоминать путешествие по Европе. Даже в та же самая Швеция и так далее. Может быть, что-то сродни этого. То есть, там будут экскурсионные программы и так далее. Но там были города, здесь будут... Ну, да, да. У нас такого формата не было. То есть, те форматы, которые у нас были, они были не такие. Может быть, в Перу только. Там, где не столько моря было, а океан сколько-то там лазил по этим горам, шаманам, по городам. Тоже переезжал постоянно. Каждый день переезд куда-то. Ну, это интересно. Ну, в Бразилии вот еще была такой же. Конечно, смена картинок очень интересна. Это всегда свежо. И каждый раз у тебя интерес новый, 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 да? Главное. Комфортно главное. Я слышала, знаешь, какую мысль. Что если ты не бывал на Байкале, ты не бывала в России. Ты знаешь, здесь можно так это насторожиться. Даже напрячься. На самом деле, понимаешь, тут это еще... А потом... Хотя я бы с удовольствием побывала бы и на Алтае, и в тайге бы побывала бы. То есть... У меня мужа мечта на Алтае побывать. Просто мечта. А как он, кстати, к Байкалу относится? Тоже интересно ему. Интересно. Но у меня муж насекомых не бывает. Я вот абсолютно на них все равно. А я, если есть насекомые, то я буду постоянно в напряжении. Ну, ты же знаешь, когда мы на Нарыч там ездили, эти водни летали, то это для меня этот отдых и все. Мне надо чем-то тут брызгать все пространство, чтобы этой нечисти не было. Потому что я не могу, когда дергаешься, сидишь, дергаешься, дергаешься. О, я твой. Еще и за это деньги заплатить. Ира может начать там ругаться со всеми. А, как капризничает Ира, я помню. Да, да, да. Поэтому, когда ты сказала про Перу, что по горам лазили, я хотела сказать, что хорошо, что я там не была. Потому что ты же видела меня, как я. Когда уже перенапряжение, то все. Да я вспоминала тебя, на самом деле, когда мы ездили в Малайзию, Камбоджию и Сингапур. Я понимала, что Сингапур, да, тебя можно было там посадить на все три недели. И ты бы там сидела и была бы счастлива. Не, мне движение надо. На одном месте я бы не сидела. А все остальные, все, что было дальше, это было бы, напоминало бы Индонезию. То есть горы, если там в горы вот эти скруты спутки. Нет, но там все-таки горы, сколько мотоциклов. Мотоцикл, ладно. Главное, что если на мотоцикле не вот эти перепады и серпантины. Это ж так. А так на мотоцикле я с удовольствием. Всегда. Поэтому тут ты немного хлусишь. И то, что в Сингапуре просидеть на одном месте три недели, это не моя песня. Тоже ты. Ты сидела в Сингапуре, там, знаешь, даже если магазины посмотреть, которые в Сингапуре, там заблудиться можно. Ты просто, ты как раз таки вот не помнишь, что когда мы ездим, то я по магазинам не люблю ходить. В жарких странах я по магазинам не хожу. Я очень редко, крайне редко. Это никогда у меня не было этого. Да, да, да. Это вот ты как раз пойдешь по всем магазинчикам проходить. Слышишь, наверное, мы из-за этого не ссорились и не разъезжались. Наверное, это не было в основе наших размолок, когда мы ехали по замкам, а кто-то ехал по магазинам. А, так тут другую. Нет, так это про замок, это в Польше, в Варшаве. Тут это другая песня. Нет, ну это уже, это разные вещи совсем. Нет, здесь ты. А в Дубае? А в Дубае что? А, ну так там же у нас пересадка была. Мы же там не были. Поэтому в Дубае там нечего другого и делать было. Как кроме по магазинчикам пройти. Вот, так вот о Байкале, да, тут оно интересно на самом деле очень побывать там. Очень. Но надо все узнавать, все моменты вот эти. Понимаешь, сейчас узнавать уже, наверное, поздно. Уже есть вариант, едем или не едем. Да, да конечно, естественно, конечно. А почитать можно, открыть интернет, почитать, готов или не готов. Но отказаться от Байкала из-за Камара и Леводня, ну я бы не отказалась. Не знаю. В конце концов, он в Гомель с мошками живет. И ничего, живы все и здоровы. Кстати, о мошках. Моя Лерка съездила в Бобруйск. Приехала вся покусанная. Говорит, мама, ты не представляешь. Говорит, там столько мошек. Говорит, ты ходишь и только отмахиваешься. И все люди, говорит, тучами черными. И она вся покусанная в мошках, не комарах. Представляешь? В Бобруйске это 150 километров от Минска. Представляешь? Да, да, да. Во, я тебе, моя дочка. Я тебе забыла рассказать просто. Смотри, насколько разная у людей реальность. Я просто в афиге. Там все, она говорит, просто, говорит, они кусаются, они лезут в глаза, на руки, на ноги. 150 километров. Да. Очень показательно. А в Минске этого нет? Нет. И на даче у меня нет. Да, нет, нет, вообще нет. Я бы даже сказала, что и комаров у нас еще, ну, где-то бывает пролетит, но это совсем... Ну, я сегодня сидела на участке, утром загорала и работала. Да, и я во дворе. Во дворе, вот, я же на это реагирую молниеносно. Если бы были комары, то есть я реагирую, а то я во дворе тоже там поливала, даже, я даже не вспомнила об этом ничего. Я сегодня увидела видео, человек показывает, как одно место в Беларуси и тучи со всех сторон обходят. И там выжженная трава, реально вот хрустит, все выжжено. И рядом Нарочанский край там дождей не выпадало. И понимаешь, я вот смотрю на это и понимаю, ребята, вот точно так же у вас вымерзало. Точно так же у вас выгнивало. Точно так же град, снег, молнии, все было. Точно так же мошки, все. Это все в вашей голове. Сперва в вашей голове, потом вы увлекаетесь в эту коллективную игру, потом вы во все это дружно играете. И кто в этот мир присоединяется, тот в это и играет. У кого есть объективная реальность, это тот и играет. Да, да, да. А если этого в твоей реальности нет, то ты в это и не играешь. Кстати, это же касается и Байкала. Согласна. Когда страх есть, видишь, а у меня этот есть, и все, да. Да, это правда. Смотри, вот ты сейчас говоришь, да, а представь, вот ты сказала, это в вашей реальности. А представь, люди вот слушают, да, и у них первое, что возникает, ну как, что вы говорите, ерунду, какую-то чушь, если снег, если засуха, если там. Оно объективно существует. Да. То есть, понимаешь, и на самом деле твои слова воспринимаются как сумасшествие. Да, да, да. И даже капельки твоей речи у человека не попадает в разум, то есть не касается человека. Потому что человек верит, что судьбу ему дал Бог, что он вот пришел сюда и отмучится, и уйдет. Не уйдет, да. Что он пришел в объективность, и он никогда не задумывается о том… Даже не допустит задуматься. Не допускает даже мысли о том, что, подождите, но ведь эта реальность рождается в моей голове. Мой мозг, мое тело синтезирует это все и воспроизводит. И нету двух человек, вот мы будем идти с тобой по улице, и у нас с тобой разное восприятие и разная реальность. Ты видишь одно, я вижу другое. Ты воспринимаешь одно, я воспринимаю другое. У меня одни процессы в голове, у тебя другие. Угу. Нету одинакового. Но есть усредненная игровая карта, объективная игровая карта у сознания в теле. Угу. Но когда тело в сознании, это про расширение сознания, объективная реальность поглощается в субъективный. И тогда твое сознание создает то, что ты проживаешь. Причем он создает, ты классно подметила, на основании страхов. Если у меня есть страх это прожить, и я этот страх не осознаю, зачем он мне и где он во мне срабатывает, как запрос на игру, то тогда автоматически я вижу и проживаю, чтобы я это могла осознать. То есть работает механизм психики. Я подаю запрос, и мне тут же моя психика отражает этот запрос к проживанию. И точно так же я подаю запрос на снег, и я проживаю этот снег. Или у меня есть страх, что у меня вымерзнут помидоры, у меня они вымерзают. Появляется снег и вымерзают. Так я даже была удивлена. Вот у меня же в открытом грунте растут, уже цветут, уже помидоры есть. Маленькие пока еще зелененькие. Но уже есть. И с соседкой я разговариваю, у нее вымерзли. У меня растут. Что в голове? Вот был запрос на страх. Точно, да. И объясни, попробуй это. Они же рядом, вот рядом буквально. Точно так же мама, которая боится за ребенка, чтобы он не попал куда-то в историю, он попадает. Он попадает, да. И любой человек замечал, вот была эта мысль страшащая его, и хлоп, и это появилось. И потом, ой, накакала, ой, сделала. Или же говорит, вот я как предчувствовала. Интуиция, да, сработала. Да нет, это создание идет. Создание из страха, из неприязни, из непринятия. Из того, что для тебя существует объективное. То есть оно существует у тебя где-то, вне тебя. Вне тебя, да. Вот роль религии. Мы не с ней Бога и получили вот эту безответственную игру. И, кстати, если брать уже научные подходы, то еще где-то в 70-е годы наука. Просто помню, это дело читала, и это был научный источник. И это как вариант приводился, что такое было исследовано. Когда в СССР же раньше не сообщали о авиакатастрофах, обо всем этом. Все было, тихарилось, все замалчивалось. Так вот, у ученых была возможность пронаблюдать. Если, например, случилась где-то авиакатастрофа, и это не попало в массы, как долго ждать следующий. И когда она попадает в массы, как быстро валом начинают валиться самолеты один за одним. Так вот, это было подмечено еще в 70-е годы о том, что если ты в СМИ выдаешь негативную информацию об авиакатастрофах, то резко начинают падать самолеты, и это работает в сознании людей. Сознание людей на страхе генерирует следующую авиакатастрофу. Это писали уже уважаемые источники, в СССР уважаемые. То есть, вот это те моменты, которые... Я помню, сперва еще что-то было объективной реальностью. Я думаю, как такое может быть? Какое сознание? Наверное, страх. Люди садятся на борт, а потом раскачивают этот борт, чтобы он рухнул, да? Да нифига. Внимание. Там, где внимание, там создание. Все. Да. И куда наше внимание цепляется, и чем больше вот мы... Ну, это вот, очевидно, 19-й или какой, 20-й год же, показал вообще конкретно захват внимания нашего, да? И посыпались смерти. Да. Одна за одной. Паника. Паника. Все. И получается, та страна, которая перекрыла панику, та страна и вышла с минимальными потерями. Те страны, которые не перекрыли, казалось бы, вы же самые развитые, у вас же самая развитая медицина. Что было? То и было. Эксперименты на своих людях. Ну, все, продукт сознания. Но в это так тяжело сейчас человеку поверить. Даже допустить мысль очень тяжело. Я вижу по своему мужу. Я вижу по своим родным, как тяжело это дается. Я вижу, сколько людей считает нас сумасшедшими. В частности, меня вот в моем окружении. Что нет мира сего. Кто сумасшедший? Вот вопрос, кто сумасшедший, у меня возникает постоянно. Вот мы вчера писали интервью по фильме. Очередной фильм выйдет по аутизму. И там были задеты методы в разговоре. Потом люди посмотрят это дело. Были задеты методы, каким образом пыталась мама вывести ребенка из аута при помощи медицины. И она там и лекарства перечисляла, и те процедуры, которые они делали. Так вот смотри. Есть процедуры, которые вот у меня в голове, как у адекватного человека, не укладываются. Вот возьмем тот же самый томатис. Вот если ребенку одевают на эти наушники, и он целый день ходит, живет в этих наушниках. И там постоянно идут звуки. Звучит то, что ребенку надо усвоить, что удерживает его типа в объективной реальности. Так вот, если изобретателю томатиса одеть самому на уши источник звука и проходить неделю с этим источником звука постоянно, он же сойдет с ума. То есть, когда у тебя в ушах постоянно что-то звучит, ты не можешь сконцентрировать внимание. Ты не можешь сконцентрироваться на какой-то мысли. Ты не можешь сказать вразумительно какую-то фразу. У тебя начинает болеть голова. У тебя постоянно идет возбуждение ЦНС. Ты понимаешь, это те опыты над своими детьми, за которыми через 100 лет человечеству будет стыдно. Точно так же стыдно тем людям, которые... Ну, они уже умерли, уже, наверное, не стыдно. Но до 1939 года женщин за оргазм клали в психиатрическую лечебницу и лечили от конвульсий. И лечили по-разному, включая электрический ток. Так вот, точно так же, как первооткрыватели гигиены вылечили в психиатрической лечебнице электрическим током до смерти. Так вот, это те вещи, за которые человечеству стыдно. Так вот, там были взрослые люди. А тут вы это делаете со своими детьми. Официальная медицина? Нет, ну это естественно. Ладно это. Давай возьмем микротоки и микрополяризацию. Ну да. Что мы наблюдаем? У ребенка есть разветвленная сеть нейронных связей. Да, она не дошла до речевого аппарата. Здесь есть нарушение. Что делает микрополяризация? Микрополяризация, она ключевую нейронную оставляет, а все остальное выжигает. То есть, типа, работает на одну веточку. И у ребенка может первично быть эффект такой, вау, вот в момент, пока эти связи отмирают, типа, пошла лучшая речь. Это служит развитию интеллекта? Нет. Речь эта останется? Нет. Это развивает сознание? Нет. Выжигаются межнейронные связи, мелкие. Мы говорим о том, что надо развивать мелкую моторику для того, чтобы выстроить кучу этих мелких связей. Оживлять тело, а здесь, наоборот, омертвляется. А здесь умертвляется. Роботизируется тело. Как вы можете такие эксперименты с детьми проводить? Как? Так это вот и есть эксперименты. На самом деле, я только вот ждала, когда ты говоришь. Это в чистом виде эксперименты. В чистом виде. Эти люди называют себя умными? А это в чистом виде. Но смотри. Но мамы идут на это. Они идут на это. Но они предают своих детей. Да. Даже не думая, слепо доверяя, слепо доверяя науке, авторитету. Авторитет. Вынеси нам. Вот он вынеси. А при этом, да. А при этом несет своего ребенка на эксперимент. Страшнейший эксперимент. И вместо того, чтобы заняться самой своим ребенком и собой, развивать и себя, и ребенка одновременно. Потому что ребенок – это ты. Если он у тебя болен, значит больна ты. Развивать, да. То есть чувство, жизнь. Оживлять, давать жизнь, что мать и должна ребенку. Она дает всегда жизнь. Она рожает ребенка. Она дает жизнь. То есть продолжает давать жизнь. То есть то, чего не додала, додай и себе, и ребенку. Вместо этого идет косяка. То есть полное предательство. И само же себя предательство. На эксперимент, на эксперимент, на эксперимент. Страшно просто. Вот этот последний фильм, он больше будет идти для мам, детей, аутистов, как обучающий. То есть человек делится реально своим опытом и выходом. Вот за счет чего выходил, на чем держал внимание и так далее. И полностью историю рассказывает. Я даже резать не хочу. Он большим будет. Потому что мама очень хорошо все рассказала. Очень подробно все рассказала. Все грабли перечислила. И ты знаешь, я когда сидела, слушала, я все интервью молчала. Просто слушала. Мне было даже интересно вместе с мамой пройти вот этот путь в ее воспоминаниях. И о том, как она все-таки из этого смогла выйти. Быстро, замечу, смогла выйти. Ты знаешь, и каждый раз у меня в голове всплывала нигде про Вовочку, который там подсматривал за родителями, как они занимались оральным сексом. И эти люди запрещают мне ковыряться пальцем в носу. И точно так же я смотрела на все, что сделала. У нее родился здоровый ребенок. И с полутора лет, когда она отдала своего ребенка в руки дракона, у них понеслось. И ты знаешь, я слушала все это и понимаю, вот она безответственность, вот оно сумасшествие. И она в конце говорит, а ведь мне говорили, когда я обращалась к вам, что ты обращаешься к мошенникам, к сумасшедшим и так далее. Кто сумасшедший, ребята? Кто сумасшедший? Вы на минуту задумайтесь, что вы делаете? Что вы делаете со своими детьми? Кто сумасшедший, когда своего ребенка ведет на опыты? Это мир сошел в ума вообще. И это идет под эгидой официальной медицины. Ты знаешь, я вообще, вот когда об этом думала вчера, я просто после того, как интервью закончилось, откинула, я закрыла глаза и пошла в создание. Я создавала, что в Беларуси Минздрав отменяет и запрещает томатис, микрополяризацию, микротоки. Что это будет здесь запрещено. Я очень хочу это. Я считаю, что это должно быть жестко под запретом в Беларуси. Беларуси, чтобы не плодить инвалидов. Смотри, аутизма стало все больше и больше. А почему? Потому что ему стало уделяться очень большое внимание. Вот тебе та же история с авариями самолетными. Очень много, большое внимание. И он стал... Это наше подсознание. Оно считывает... Если внимание падает на аутизм, много, считывает запрос на игру. И мы начинаем играть в аутизм. Более того, эта игра широко рекламируется. Ты почитай комментарии под нашими видео. Люди пишут, так дети аутисты, они гениальны. Вот оно, смотри, видишь. Подождите, эта гениальность натирает полдерьма. Да, да, да. Бьется головой, орет, идет в себя неадекватно. Да, вы думаете, что вы говорите на самом деле. Ну, это опять-таки, кто сошел с ума. А видишь, как шторки надо завесить, чтобы обмануть самого себя. Как есть, недоразвитый ребенок, ну, возможно, с аутичным спектром, но там есть явное умственное отставание, инвалидность у ребенка. И он сейчас выступает предсказателем в ТикТоке. А, встречаю я это. Брест сумасшедший. Взрослые люди. Мамина игра вообще. Мама-инвалидка на голову играет в инвалида ребенка. Да, 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 полностью из своего ребенка создает образ, знаешь, как вот раньше эродиевых, или как это, правильно? Да, эродиевых. Эродиевых возили показывать, да. Вот мама это делает сейчас. Это просто, это просто. Я когда натыкаюсь, мне хочется, мне хочется этой маме очень много сказать. Я иногда пишу, и люди мне лайкают, поддерживают. Понимаешь, у нее к осознанию то, что в зеркале она поломанная, и у нее нет будущего. А она это все выставляет в разворот и в продажу. И точно такие же люди с такими же проблемами на голову играют в эту же игру. Да. Вот оно распространение заразы. Вот точно так же вирус проникает. Вот точно так же юродивые проникали в 100 лет назад. Но там еще это поддерживалось, знаешь, чем? Тем, что юродивый же он говорил обрывки фраз, а дальше додумай сам. Точно так же писал Нострадамус. Точно так же писали предсказатели, целители. Они накидали каких-то фраз. Из этих фраз ты можешь построить любое предложение потом. Да, абсолютно. В этом плане даже гениальнее получается сейчас использование искусственного интеллекта, например, с тем же самым Жириновским. Искусственный интеллект с разных речей собирает его голосом нужную речь. Да, ту, что ты написал. И выдает. И выдает, вставляет под жестикуляцию, в определенные губы подгоняет под определенный видеоконтент. И все, и обработка идет видео, и ты имеешь, как будто Жириновский это говорил. И люди слушают и свято верят в это. Да, да, да. И вот оно создание тоже предсказателя в будущем Нострадамус Жириновский. Да, будет пророк Жириновский. И все его пророчества появились после его смерти с рождением искусственного интеллекта. Когда ты видишь это все, это так очевидно. Причем, ты знаешь, программисты это делают, когда ржут. Потому что, ну, я же в этой тусовке сидела и тоже предлагали. Говорят, давайте сделаем такие прорицания Жириновского по инфодайингу. И будет, и зайдет, и люди будут хлопать в ладоши и говорит, Жириновский знал, что будет инфодайинг. Ну, что загонишь ему вот сейчас, в его жестикуляцию все пойдет. Это чушь собачья. И человек не отличается. Человек привык жрать конфетные обертки. Он суть нигде не будет. Свято верить авторитету. Вот смотри, слепо даже. Слепо верить авторитету. Привык. Привык. Это как домашнее животное привыкло слушать хозяина. Все. Да. В рот будет смотреть хозяину. Это вот так же. Смотри, насколько дрессировочка, да? Крутая религия. Да. Сознание в теле, а тело грешное. Хлоп. Закрыли. Закрыли. Захлопнулась. Замкнули. Все. А где создатель? А создатель умер в какашке. Потому что не тело в сознании, а тело без сознания. Тело спит. Никого нету дома, тело спит. Тело спит. Вот мы засыпаем, сознание покидает тело. Тело просто спит. Вот это. Да. И этот сон тогда можно тебе запускать коллективный. И ты будешь просто этой вот морской водорослью, которая качается в толпе таких же морских водорослей. Судьба. Судьбинушка. У этого такая, у этого такая, да. Это бревнышко поплыло. А это травинушка. А это цветочек. А это вообще отражение какое-то. Блик на воде. Все. А где Бог? Божественное создание. Не Бог. Бога осознать вообще просто. Осознать свою психику, ты осознаешь Бога. Никаких проблем. Вот создателя попробуй осознать. Попробуй зайди за иллюзию. Вот это уже интересно. Это реально интересно. Но это же полностью разрушит твою объективную реальность. Останется твоя. Но тебе же захочется играть. Да, и поэтому ты будешь создавать. И тогда ты будешь создавать. А иначе нет игры. А нет игры и не надо тела. И нет, да. Нет ничего тогда. Нет тебя. И нет тебя. Поэтому вот это поле парадокса. Это офигенная игра. И она нескончаемая на самом деле. Бесконечная игра. И она только конечна в теле. В одном теле. Когда ты не осознаешь бесконечно. Когда ты не осознаешь, что все это ты. Все, что ты. Подойдешь до хаоса не осознаешь, хаос-то конечен. То есть даже осознав психику, не наступает бесконечность. Матрешечки еще придется проходить. Кстати, на эту тему даже удивительно. На Руси были знания. Матрешками, да. Матрешками показаны. Там были. Но потом это все перевралось в ведах. И пере-пере-пере. И опять пошел бред а-ля религиозных сектований. Опять человек в сон, в ловушку. Что поделать? И тогда людям остается только гипноз. А гипноз – это шаманизм. Это все религии на гипнозе. Все. И как со мной были спорили. Да нету. Нету в храмах религии. Нету в храмах гипноза. Подождите, ребята. Еще на подходе у вас перекрывается запах. Вы изучите, что такое гипноз вообще. Как перекрываются каналы восприятия для того, чтобы вы просто трансанули, улетели в себя и заснули. Еще эти усыпляющие песнопения, мерцающие огни, запах ладана. И все это вместе тебя давит. Давит каналы перекрыты. Ты проваливаешься в транс. Чем это отличается от шамана? Да ничем. Чем это отличается от рейки? Да ничем. Чем от этих инициаций? Чем это отличается от космоэнергетики? Да ничем. Чем это отличается от даосизма? Да ничем. Чем отличается от буддизма? От каббализма? и так далее. Да ничем иудаизма. Я сегодня, кстати, Лайтмана слушала и даже комментарий оставила по поводу его выводов, что вся реальность пришла в тупик и все это не имеет смысла и так далее. Но я и написала, что это его жизнь не имеет смысла. Что это он пришел в тупик, потому что заигрался в игру мудрец. Заигрался в игру ложь. Мудрец такой дал. Заврался. И все это потеряло смысл. Ушел от самого себя далеко-далеко. Заврался. Нет, секта есть секта. Религия есть религия. Все течения, уводящие в сон, в гипноз. Они все служат деградацией сознания. Есть только один вариант развернуться и уйти, проснуться в просыпание. А для того, чтобы проснуться, человеку надо вспомнить. Вспомнить то, что он Бог. То, что он создает все миры, что он создает все реальности. А это значит взять на себя ответственность, полную ответственность за все. за тучу, за небо, за дерево, за травинку, за муравья, за любого человека. Если это проявилось в моей реальности, то это я. И только с этого начинается просыпание. Вот с этого подхода. Ну и с этого подхода начинается здоровье тела. Все просто. Поэтому шаманские места на Байкале даже очень интересны. Очень интересно. Именно вот я, да. Я слышала, что там есть гора Шаманки. Мне тоже интересно, что это за гора. А, и что там говорят? Легенды там. Легенды тебе наплетут. Это гора такая. Есть гора в виде шапки Наполеона. Шамана, а шаманки. Понимаешь? Я понимаю. Женщины, а не мужчины. Уже где в коей веке у нас женщина проявилась в нашем обществе? Где-то ж она должна была проявиться. На Байкале там где-то проявилась. Даже интересно послушать. Ну, смотри. Даже я тебе сегодня прислала, ты говоришь, где в коей века, да? А в то же время, смотри, мы с тобой говорили о том, что яйцеклетка выбирает сперматозоид, да? Мы-то начали говорить с тобой, что не сперматозоид, выбирает яйцеклетку, а яйцеклетка... Кто первый, да? Кто быстрее, да? Кто манит быстрее. Да, кто быстрее, да? И завладеет яйцеклеткой. Нет, мы сказали, что яйцеклетка выбирает. И вот сегодня я тебе прислала. Там наукой доказано, или как-то там, я уже не помню, что на самом деле яйцеклетка выбирает сперматозоид. По вариабельности генетической информации сперматозоид. Так вот и женщина. Да. По вариабельности генетической информации. Насколько важно по вариабельности, да, это о чем? Для того, то есть клетка должна быть развитой яйцеклеткой, чтобы она могла различать вариабельности, да. Вот, пожалуйста, женщина должна быть развитой, мудрой, то есть в ней жизнь, чтобы была здоровая жизнь. Выбрать здоровье, да. Есть такое. Друзья, кому интересно с нами попутешествовать по Байкалу, пишите. Следите за новостями. Я думаю, в ближайшее время будет уже информация. Будет контактная информация турфирмы. Этим занимаемся не мы. Мы точно так же, как и вы, купим тур и поедем путешествовать. Если вам интересно с нами передвигаться вместе и в Иркутске пройти... Встретиться, да. Встретиться, пройти там какое-то обучение, либо просто встреча, либо-либо у каждого будут свои запросы. Пишите, во-первых, что вы хотите, чтобы вам было интересно. А мы подумаем на эту тему, соединим с тем, что нам интересно. И... До встречи в Иркутске.